Верховный совет принимает законы Прежде чем инициировать законопроект, президент изучает достаточно много сторон данного вопроса, выслушивает многих представителей с разных сторон и в конечном итоге, выражая определенную волю большинства граждан, выходит с законодательной инициативой. Более того, законодательные инициативы бывают в очень срочном режиме, у президента есть такое право, называется режим законодательной необходимости, когда для республики, здесь можно вспомнить и ковид, и экономический кризис в прошлые годы, когда необходимо принимать очень быстрые, очень нужные для государства решения. И в подавляющем количестве законопроектов они Верховным советом принимаются. В очень редких случаях, на моей памяти, по-моему, один или два случая, все-таки парламентарии не согласились с законопроектом. Обычная работа депутатского корпуса, она остается за кадром, а потом сыплются все шишки в адрес депутатов Верховного совета, критики очень много. Это и есть работа депутата. Ведь депутат представитель наших граждан, и он должен объяснять, рассказывать нашим гражданам, почему принято то, либо иное решение. И либо с точки зрения нужности для граждан, либо с точки зрения нужности для государства. Потому что мы же прекрасно понимаем, в каких условиях мы находимся. У нас на внешнем периметре не все так гладко, как хотелось бы. Есть еще и геополитические процессы. Поэтому мы должны принимать решения, как с точки зрения сохранения государства и государственности, так и с точки зрения повышения благосостояния наших граждан. И вот как найти эту золотую середину, в этом-то и работа и законодателей, и президента, и правительства Приднестровской Молдавской Республики. Большинство граждан, они хотят услышать ответ сегодня, прямо сейчас. Вот для этого и существуют социальные проекты, социальные сети, которые позволяют реализовать такие пожелания. В первое время больше касалось вопросов ЖКХ и Кровель. То есть у нас район многоэтажный, и дома с момента их постройки не получали финансирование на проведение капитального ремонта. Очень большое количество Кровель протекало, и очень огромное количество жалоб было именно на сферу деятельности ЖКХ. Со временем, когда эти вопросы были разрешены, для этого тоже понадобилось время, финансовые ресурсы, вопросы поменяли свой вектор и стали либо более личными, либо связанные уже с внутриквартальными, внутридворовыми проездами, земельными участками, благоустройством, формированием каких-то спортивных площадок.